Знаем, знаем, друзья, мы всё про вас знаем. Знаем, как сильно вы ждали вечерний эфир на телерадиоканале «Страна ФМ». Да, сегодня у нас вот такие правила, в том числе был «Час новостей». Здесь, как всегда, мы, Майк Войс, Маш Новая. И вот уже здесь за дверью ждёт наш гость, который связан с юмором, с которым мы будем сегодня прикалываться, веселиться, весело проводить время. Красотка нереальная. Но у нас есть правило, Мишка представляет всех девчонок, которые к нам приходят. Потому что ожидал-то, а в основном, какая часть-то населения даже, правильно? Сильная вот эта половина. Поэтому давайте, парни, сейчас последние вот эти муки, ожидания, последние секунды. Три, два, один. Елена Швет сегодня у нас. Елена, Лена, проходи. Лена, здравствуй, давай обнимание. Чмоки, чмоки. Привет. Микрофон. Лена просто за кадром спрашивала, а как мы будем приветствовать друг друга? Мы будем целоваться, обниматься, что будет? Мало ли, вдруг у вас какие-то специальные здравушки. Я специально, да, некоторые здравушки обозначили, сказали, нет, так не будем точно. Поэтому решили вот, собственно, как решили. Ну, подожди, ты вот Лену представил, Лена Швец. Но я хочу поподробнее представить. Телерадиоведущая, креативный продюсер Шоу-вумен Раша, правильно? Да. И также еще режиссер мероприятий, ведущая мероприятий. И не только сегодня будем обо всем этом говорить подробнее. Первое место в топ-шоумен среди женщин. Шоу-вумен? Нет, топ-шоумен в разделе ума. Женщины. Вимен, как говорят во множестве. Вимен. А как мне, да, of course. Но самое-то главное, самое главное достоинство и самое главное звание Елены Швец сегодня, это то, что ей подошел наконец-то этот стул. Мы просто вот кумекали. Кому этот стул подойдет вот прям вот как влитой? Точно не коротконожком. Он специально был создан на фабрике для меня, вы не знали? Да что, Лена, это твой стул, что ж мы скрываем? Имени Елены Швец. Все, мы, кстати, его так и подпишем. Лен, мы всегда в вечернем эфире, у нас есть такой традиционный вопрос для всех наших гостей, поэтому, пожалуйста, мы тоже тебе его зададим. Есть у тебя какой-нибудь секрет или лайфхак? Как научиться относиться к жизни с юмором? Вот как ты лично к ней относишься? Секрет, как относиться к ней с юмором? Ну как смеяться над проблемами? Стоит ли вообще это делать? Я пытаюсь, на самом деле, раскрыть этот секрет, потому что я вообще страшная психованная женщина, которая, ну, то есть я смеюсь, когда мне смешно, когда мне хамят или что-то такое происходит, я не могу абстрагироваться, я в ответ. И вот прям вот начинаю как бабка на базаре. То есть ты остро реагируешь на это, на все? Ну, бывают моменты, когда я стараюсь себя гасить, но, как правило, мне больше всех надо в магазинах, а почему у вас просроченный товар, а что это мороженое простаяло, так, почему вы что этого не пропустили, и начинается. Я такой правдоруб, правдолюб, которому вот хочется всегда всем доказать, что они не правы. Ну, не то чтобы, если они не правы, действительно, то есть я прям вот за правду, за истину и за справедливость. О, круто! А вот, кстати, ты вообще самый ироничный человек, то есть ты смеешься над собой, над самой собой? Тоже с этим делом, у меня вообще плохой какой-то характер, если честно, я так поняла. Спасибо, Лен, уходи. А на нашу здоровую закончу? Не, серьезно, я, как любой лев, у меня день рождения, кстати, через два дня, можете меня уже заранее поздравлять. Поздравляешь, поздравляешь. Мы уже даже подарок приготовили, я потом вынесу. Да? Я знаю, как женщины любят, когда... Серьезно? Миш, неси корзину, ладно, она все уже раскусила. И суть в том, что я львица, и, конечно, мы все такие, пух-пух-пух, нам хочется, чтобы нас хвалили, а чтобы... Ну, критика не очень мне нравится, но, тем не менее, я стараюсь как-то быть самовероничной. Знаешь, я вот не лев, но тоже так. Нет, а я вам скажу, я знаю, что львы, они вообще лидеры по натуре, они же там царь зверей. Вот как у тебя с этим? Вот абсолютно моя тема, да. Я чистый лев. Ты чистый лидер. Мне можно... Ведущий. Вообще все просто. То есть меня можно гладить по-шорстски, говорить мне дефирамбы петь, что, собственно, Миша иногда и делает. Мы с ним работаем периодически. Не будем скрывать этого факта. Он говорит, богиня, я говорю, да, это я. Я вообще за любые похвалы. Девчат, самое главное, я последнее, что скажу в этом часе, я пойду вам кофе, хотите зарубить? Да, пожалуйста, сгоняй, Миш, быстро. Я смотрю вам классно. Но, но, я знаю, как женщинам очень нравится, когда их сравнивают между собой, говорят, вот, а ты, Саша, она такая же, и тут, кто такая же. А вот тоже лев, ты же тоже лев. Я рак, Михаил. Приятно познакомиться. Спасибо вам. До свидания. Нет, подождение у меня было, смотрите, что поздравляли меня. Так, а ты кто, Миш? Слушай, вот ты, давай, как мой личный гороскоп сегодня. Козирог, явно. Вот, во-первых, как ты думаешь? Подожди, ну, мне кажется, либо овен. Овен, овен. Либо, серьезно? Нет, какой я овен? Ты не овен? Овен по жизни. Три лет, может быть. Нет, смотри, я родился 21 мая, это никакой не секрет, поэтому, кто хочет отправлять подарки, но вечером. Козирог, козирог. Но вечером, вот между тельцом и близнецом, вот кто? Семеруки восьми. Лошадь, да, фироскоп лошадь. Единорог. Единорожек, да, я сразу. Человек, я не чувствую, был совершенно догадался. Идеальный, понимаешь, способ перетянуть одеяло на себя. Михаил, вот мы так общались между собой. У нас все было. А я же за кровь и шел, друзья. Подожди, вот на самом деле ты хотел нас сравнить. Мы блондинки. Ну, давайте начнем с этого хотя бы. Ну вот скажи, мне кажется, ты совершенно не стереотипная блондинка. Обычно блондинки, знаешь, такие немножко глуповаты, инфантильны, а ты прям такая вся бизнес-вумен, нацеленная на результат. Нет? Может быть, только вот по фото в Инстаграм такое впечатление задаёшь? Я очень страдаю от того, что я недостаточно эрудирована, я постоянно страдаю от этого, мне хочется читать, я не знаю языков, хотя мне хочется их знать. Нет, но смотря что считать совсем стереотипной блондинкой. То есть если мы сравниваемся из анекдотов с блондинками, то, наверное, я чуть умнее, чем они. Ну, такие, знаешь, типичные блондинки, которые ничего не делают, не работают нигде. Нет, это не я, конечно же, я работаю всю свою жизнь, с 14 лет, но, опять же, до бизнес-вума, мне кажется, далеко ещё, очень далеко. Подожди, у тебя своё дело, ты же занимаешься голосо-речевой тренинг, правильно? Ну, это не моё дело, это не прям своё дело, которое даёт какую-то прибыль. Слушай, ну это очень круто, не каждый может это преподавать, просто ты же училась, ты как раз и режиссёр, у тебя режиссёрское образование. Ты знаешь, я больше не преподаю как педагог по сцене речи, я преподаю как человек, который знает изнутри все проблемы, у которых их, у меня тоже их очень много, и я знаю, как с ними просто бороться. Подскажи нам, пожалуйста, вот ты мне за кадром сказала, Маша, у тебя говор. Чуть-чуть, слышно. Да, есть, а вот где, как, как с этим ворон? Не-не-не, чуть-чуть, на самом деле, это не говор, это специфика вашей передачи. Я тоже так всем говорю, когда у меня случаются приступы дислексии, они происходят у меня раз в 10 минут, я говорю, это просто такой жанр. Не, на самом деле, есть определенные правила, то есть слово делится на слоги, естественно. Всего один ударный слог. Предударный должен произноситься, но не затягиваться. Ударный должен затягиваться, а все остальные редуцироваться, то есть съедаться. Если, например, это уральский регион, то предударный, как правило, произносится, говорит, ну то есть это получается многоударность. Если, ну то есть разные регионы, то есть у разных регионов есть разные говоры. У меня говор уральский тоже существует, и как только я пообщаюсь с кем-то из своих знакомых из Челябинска, у меня зажимается челюсть, и я... А, в Челябинске вот так разговаривают, да? Ну они съедают предударный полностью, и они их не произносят, они их съедают. И поэтому челюсть, все, зажимается. Экология плохая, там ЧТЗ вот это... Ртом дышать нельзя. Не берем фото, просто ртом. Нет, но у нас в Брянске, например, все гэкают. Гэкают? Вот сейчас я не могу слушать это прям, да, но если я поговорю с кем-то... Не только гэкают, у вас же знаешь какая тема, я сейчас скажу. Корпоратива У. То есть вместо в конце... Воу, 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 у нас все рэперы живут. Да, вместо в, например, корпоративов, нет корпоративов, нет там Иванов, Петров. Иванов. Иванов пришел на корпоративов. Да, они чуть-чуть, но это не сильно, я, конечно, утрирую. Но, тем не менее, вот это есть тема. Если ты слышишь, сразу понимаешь, где-то либо Украина, либо где-то вот туда, поближе Брянск. Ага, или где-нибудь там на границе с Гомерем, с Беларусью. Дорогие друзья, корпоративов, сейчас не будет, сейчас музычку послушаем. И вернемся сразу сюда. Ага, ребят, не переключайтесь, вставайте с нами. Там, где море, там, где вот этот бирюзовый красивый цвет волны. Там, конечно же, мы и Лена Швеция сегодня у нас в гостях. Маша, новая Майк Войс. Но, Лен, мы знаем, у тебя скоро день рождения. Мы приготовили тебе тоже небольшой подарок, потому что у нашего телерадиоканала «Страна ИПМ» тоже скоро день рождения. Именно в августе. И мы учредили по этому поводу знак почета. Чтобы вы понимали, возле с эфира, пока звучала музыка, мы перебрали вообще все, что можно Лене подарить. Я просила Софиты, они сказали, хватит тебе их на лобои. Пожалуйста. Будет наклейка. Мы расскажем, что это. Да, Лен, смотри, ее нужно наклеить на любое транспортное средство передвижения. Не важно. Не важно, будь авто, либо твой частный самолет, естественно, твоя частная яхта. Может быть, какой-то мужик, который припаркован на шею, у которого ты садишься, чтобы доехать. Какая-нибудь вилань, я не знаю, что это. Не важно. Беговел. Пожалуйста. Проводнику можешь наклеить, когда вот в полоцкарте едешь, куда хочешь. В общем, самое главное, после того, как ты приклеишь наклейку на любое транспортное средство, потом сделать с ней селфи, ну, я думаю, ты это умеешь делать прекрасно, и выложить это фото на наш сайт, страна.фм, да, обязательно. Что сделать, я поняла, что я получу за это. Это правильный заход, абсолютно. В общем, ты претендуешь на подарки, среди которых крутые смартфоны Би-Кью. А первое место на двоих? На двоих? На двоих. Я сейчас тебе специально. Миша, всем так девочкам говорят. На двоих? В Грецию. Ты что? Амботис Холидис. Поездка на двоих. В Грецию. Да, в Грецию. Миша, ну ты не моргай, у тебя сто процентов такая тоже есть, есть. Я по правилам выиграть не могу, понимаешь? А, вот так. А ты можешь взять меня с собой. Ты, да, и кого-нибудь можешь взять с собой. Да, друзья, у нас уже есть первый участник, который уже заливает свои фотографии. И одним из участников конкурса стал Герман из города Риотов. Кстати, вот кто нас смотрит, сейчас увидит это фото на экране. И он пишет, что от всего сердца поздравляю любимый телерадиоканал «Страна ФМ» с днем рождения. Слушаем всей семьей в машине и на работе. Желаем еще больше популярности, креатива и быть первыми не только в стране, но и во всей вселенной. А креативно Герман прям так наклеивает. Четыре стикера. Сколько годиков-то исполняется? Два. Два года. А Герману, 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 смотри, как классно. Ну, Герману, не боюсь собрать, а вот нам два года. А вот Герману, молодец, в футболке сборной России, со страной ФМ на заднем стекле автомобиля. Прям в тренде человек. Слушай, а это не валяшка или что? Или это какой-то... Это две наклейки и еще две маленькие детеныши-наклейки. Детеныши-наклейки. Все, он просто хочет выиграть главный приз. В общем-то, друзья, участвуйте в нашем конкурсе «Знак почета» и присылайте свои фотографии обязательно. И выигрывайте самый главный супер приз. Все, а мы продолжаем и общаемся сейчас с Леной уже непосредственно. Давай поговорим про твой проект, которым ты сейчас живешь, которым ты сейчас дышишь, все силы только туда направляешь. Ну, не только прям туда. Ну, не только. Ну, окей. Дышу и живу я, наверное, все-таки больше своим ребенком, куда я направляю все свои силы именно в нее. Больше средства. Больше средства. Больше средства. Да, это такой проект, который я... авторская передача «Путь героя» на Медиаметрикс. И я его создала просто потому, что так случилось. Никаких больших надежд я на него не возлагала. Но потом это стало таким интересным проектом. И сейчас из 137, по-моему, передач, моя вторая в рейтинге стоит. И она очень интересна людям. Я приглашаю героев, спортсменов, олимпийских чемпионов. Чемпионов, ведущих опять же. Нет, приглашаю всех людей, которых можно. Ведущих опять же. Ведущих тоже, у меня был один ведущий, которых можно назвать героями по той или иной причине. Например, у меня была девочка, у которой тройня с ДЦП, мама тройня. То есть разных таких людей, с которыми мне было бы интересно поговорить. И они могли бы что-то рассказать зрителям, какие-то полезные советы дать и так далее. Слушай, ну это здорово. «Путь героя» называется. Друзья, где это все искать? Давай сейчас всем расскажем. Все есть в Ютьюбе, правильно? Да, «Путь героя» с Еленой Швецкой. В интернетах. И пока вы ищете в интернетах эту замечательную передачу, мы послушаем музыку. И посмотрим. Лена, Лена, Лена Швец, сегодня у нас в гостях в вечернем эфире на странном вечере со страной. На странном вечере, да, как у нас говорят в Москве. Полчаса, думаю, знаешь о чем? Вот так у нас ведущие выражаются на стране. Думаю полчаса о том, почему все дифирамбы Лене сегодня поешь ты. Потому что ты молчишь. И, кстати, кто-то сейчас с Лене вранает в целый эфир и тоже хочет спеть дифирамбы. Очень страшно, Лену, подними трубку, а вдруг это мама, а вдруг это ребенок. А вдруг это дочь, я знаю, если я не подниму, она будет шею сразу, я могу встать пройти? Да, конечно, можешь, Лен, я показаю ему твой стул. Так вот, Миша, я всегда мечтала походить гостям. Рассказывай, пожалуйста. Маша, дорогая, как вообще жизнь в искусстве твоя проходит? То есть вот, скажи, вот ты, искусство, вот это твоя жизнь личная, вот мешает ли это, стезиатная? А вот все, Лена, подожди, не сиди. Маша, скажи, давно ли ты занимаешься ведением мероприятий? Слушай, да, давно, уже больше 10 лет, если честно. Ты видела как-то так сразу, да, вот это оп, оп, ножка на ножку? Нет, я просто на самом деле здесь очень ответственна. Я тебе говорю, мало того, что я выше вас сейчас как-то стала, я чувствую себя по-другому. Мне кажется, гораздо комфортнее, потому что я все-таки больше интервьюир, чем человек, который убьют интервью. Ну ладно, меняемся, меняемся. Давай, да, все-таки сегодня трое звездный час. Мы как в свингер-клубе, меняемся, друзья. Ну что ж. Мишка, я знаю, ты приготовил какую-то очень классную игру, тем более, что уже время подоспело. Вы знаете, да, да, мы здесь не скрывали с самого начала, то есть я веду иногда мероприятия с Еленой Швец. Да кого я обманываю? Елена Швец иногда ведет мероприятия со мной. Что уж тут врать? А с Машей, соответственно, мы ведем каждый день здесь вечерний эфир. И в жизни каждого мужчины происходит тот самый момент, когда его жена и любовница наконец-то встречаются. Я боюсь сейчас узнать, кто есть кто. Я боюсь вообще, в принципе, того, что будет с Мишей после эфира. Такие слова, понимаешь? Даже если это творческие такие тандемы, это уж не важно. Да-да-да, мужу моему расскажешь потом, творческие тандемы, творческая жена исключительно. Это такие, вы знаете, эфемерные такие вот, вы знаете, ну, понятно. Но это предыстория, короче, твоему конкурсу. Да, это предыстория моего конкурса. Ну что, и в этот ответственный момент, когда вы все-таки уже наконец-то встретились, вы должны что сделать? Обняться, поцеловаться. Я не знаю, что еще должно твоей волосы делать. Вы должны друг другу волосы дергать? О, нет. Вы должны меня поделить. Итак. Мы должны ему выдергать все волосы. Выдергать, вы уже это сделали. Смотрите, у меня... Маша, помогай мне, пожалуйста. Отд. Почему мне сразу отдд досталось? Есть вот такие таблички. Есть вот такая у нас бомбочка. Пустая. Видел ли ты? Тебе больше ничего не нужно. На тебе бомбочку. На тебе бомбу. Ты сегодня просто бомба, а Миша должен был быть от тебя комплимент. Лена, ты сегодня просто бомба, на тебе бомбу. Дорогие, дорогие мои женщины, хотелось... Мне, кстати, недавно учили, нельзя говорить, какого возраста девочка. Девушка не была женщиной, нельзя... И не называй нас женщинами. Что за бред? Спасибо, Лена. Что за бред? Ты же не бабушкой называешь ее. Дорогие мои бабушки. Дорогие мои... Да, сынок, Кэт. Вот с помощью вот этих табличек надо будет давать мне эпитеты какие-то, да? Неважно, какие. Чтобы меня поделить. Мы вот так вот договаривались. Миш, можно подробнее условия конкурса? Абсолютно подробнее. Как ты более блондинецом лежишь. Есть у нас вот эти слоги. Слог АСТ, пожалуйста. Слог АКТ. А, кстати, даже не слово. Мы должны что сделать? Даже не слово. С помощью этих слогов составлять слова, которые будут... Какие-то ругательные про тебя? Я уже понял, что ты не хочешь делать мне комплименты. То есть просто будешь... А, комплименты. Это конкурсный интеллект, что ли? Можно я просто с бомбочкой подъезжу? Давай просто, короче, как можно больше слов на этот слог. И ты с нами тоже играешь. А то будешь тут... Нормально. Спасибо. Мы тренировались 100%. Сейчас бы Буна мне сказали, я бы сейчас вас сделала. А здесь бы эти акты... Лена. Почему не в буру, понимаешь? Почему не в буру? Короче, мы сейчас передаем эту бомбочку друг другу. Вспоминаем все слова, в котором содержится вот этот слог. Акт. Правильно? И у кого бомба взорвется в руках, тот и проиграл. Все просто и понятно. Готовы? Три, два, один. Время пошло. Факт. Факт. Отлично. Акт. Актуальный. Актриса. Такт. Активити. Активити. Стоп, стоп, стоп. Нет, еще, подождите. У меня акт... Ничего не подождалось. А я что-то зависла вообще. Я не могу ничего звонить. Нет, у него взорвалось. Давай, я говорю же. А уже... А, у нас Лена говорит, когда взрывается. Прикольно, мне нравится. Давай нормально. Все, следующий слог. Я даже уже обозначила звук. У нас Лена говорит, когда... Не хочу. Не, ну давай какой-то... А что у нас все на А, Миш? Нет других, что ли? Во! О, Дик, друзья. Следующая карточка это... Дик. Дик, поехали. Дикая. Диктант. Спасибо. Дик... Бум! А дик это уже слово. Дик это не слово. Иди, ты знаешь куда? Ну, на английском языке. По-русски давай. Давай быстрее. Диктант был? Да, был. Диктатор. Ну, я хотела это слово сказать. Дик с Персия какая-нибудь. Есть такое слово? Нет? Ну, не знаю. Давай мне. Я придумала слово, ты же забуду. Дик, все, давай, ты придумала. Вердикт. О! Ну, давай уже говори бум. Бум! Мне нравится, что она с Мишкой все время взрывается. Это круто. Давай следующую карточку. Так, три. Вот вы понимаете, мораль-то какая? Вот когда женщина делает... Ой, да не оправдывается. ...делят мужика, все время мужик-то в конце и виноват. То есть, в любом случае. А они становятся лучшими подругами, дорогие друзья. Поехали. Ант. Антропометрия. Есть такое, да? Конечно. Антреприза. Антракт. Ага. Ну, ант. Столько слов, Миша, просто нереальное множество. Давай. Антивещество. Хорошо, анти. Бант. Кванти... Квант. Тестовая какая-нибудь там что-то. А что, квант, хорошо. Дойдет. Гант. Фант. Что за гант, подожди. Пусть будет я твой взрослый. Что за кант, блин, гант? Это что, это за слова? Давай следующую. Хорошо. Квант сюда бы тоже подошел. Квант подошел бы, да. Подошел бы, но, к сожалению... И бант подошел бы. Бант я сказала. А, ну вот. И фант я сказала. Да вы уже лучшие подруги. Все, поехали. Ор. Ор. Орг. Орбита. Орг Песахара. Оркестр. Ор. Знаете, когда кричишь, это ор. Вор. О, круто. Орск. Орск это что? Город. Город такой. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Орать. Орать? Это глагол такой? Да, можно любое слово. Орет он, типа. О, бурочка, подожди. Ты слово не успел не угадать, но у тебя все равно в головах. Орал. Орел. Орун. И опять ясно. Да. У нас все плюс слова с корнем орать. Ну, можно что-то еще придумать, Миша? Ораль. Оральна, например. Говори. Говори бум, я уже это слышал в ушах. Бум. Друзья мои, я присяду. Друзья, мне нравится эта игра. Лена, я буду тебя почаще приглашать, чтобы были всегда такие правила, чтобы Мишка всегда проигрывал. Это самое главное правило. Надо кого-то сделать обязательно виноват. Это точно. Друзья, мне надо как-то это пережить, мне надо как-то с этим смириться, мне что-то вот... Надо побыть одному надо. Давай, иди. А, или нам выйти. Все, мы удаляемся, друзья, совсем скоро вернемся. Сейчас подумаем, переварим и совсем скоро будем вместе с вами. Ждите. Настоящая русалка, которая создает волны. Волны на наших волнах. Восемьдесят девять и девять в Москве, сто два ноль в Санкт-Петербурге. И семьсот сорок вторая кнопка в трикалоре. Михаил, не забывайте этот факт тоже, пожалуйста. Да, и семьсот сорок вторая кнопка в трикалоре. И наш сайт страна.фм. Да, у тебя пульс не на семьсот сорок два, две кнопки. Это же я говорю, господи, эти кнопки. Не про этаж речь, не про этаж. Ну, а будет всегда восьмая, где карусели или там что, мультики показывают. Вот, но не о пульте сейчас и не о телеке сейчас будет речь. Давай мы сейчас поговорим о твоем инстаграме, потому что я, когда готовилась, пролистала все, мне безумно интересно. И оказывается, вот, как я поддерживаю форму. Здесь для всех девчонок есть прям такие практически действенные советы, назовем их так. Поделись в эфире тогда, пожалуйста. Да, один из них пункт – конституция хорошая. Да, да, да. Девчонки, действенный совет. Родитесь, выбирайте родителей. Выбирайте родителей, пожалуйста. И занимайтесь гимнастикой в детстве, кстати. Да, вот это самое важное. Не то, что гимнастика, а вообще чем-то нужно заниматься в детстве. И мышечная память очень долго может помнить все, что ты сделал в детстве для того, чтобы... С тобой сделали в детстве. Да, что с тобой сделали в детстве. Давай расскажем, где можно найти вот эти все твои советы. Как называется твой аккаунт? Мой инстаграм – швец Елена или швец Лена. С-эйч первая, да. С-эйч. С как доллар. С-эйч. В-э-т-э-т-с-э. Вот такая швец. Елена или Лена? Да, напомни, пожалуйста, человек в инстаграм. Елена, да. Швец Елена, да. Все прекрасно. Ну, а вот реально, ты с чего начинаешь свой день? Вот расскажи, может быть, какие-то бьюти, свои секретики. Как поддерживать себя в такой классной форме? Я стараюсь что-то делать хотя бы 2-3 раза в неделю. Хотя бы что-то, хотя бы 2-3 раза в неделю. В плане хотя бы что-то? Ну, хотя бы зарядку. То есть если у меня нет времени на зал или там на растяжку, на серьезную, на йогу, то я хотя бы что-то. Где-то просто вот, ну, размяться, зарядку, потянуться. Ну, то есть дома. Если даже нет возможности пойти куда-то, то дома тоже можешь. Вообще зал не люблю. То есть если есть возможность летом заниматься на площадках, которые летом оборудованы, то я занимаюсь там. Воркаут, это сейчас модно говорить. Воркаут. А так тянусь, делаю зарядку какую-то элементарную. Ну, растяжка это вообще вещь. Реально. То есть красивая фигура и растяжка, они прямо вместе. И плюс хорошие здоровые сосуды, например, там, кожа, тело, позвоночник. Это прям круто. Перечисляй все свои достоинства. Да, Ларине, нет. Я говорю о том, что я хочу это делать, понимаешь. С удовольствием бы это делала всегда, но не получается. Времени маловато. Ну, это круто. Тебе есть над чем работать, потому что, ну, действительно, тебе досталась такая конституция от родителей. Ну, смотри, и получается, что благодаря своей такой красивой форме ты и пришла в группу «Мобильные блондинки», друзья, которая была очень-очень успешна. Давай об этом тоже сейчас чуть-чуть поговорим. В своей форме, наверное. Ну, хотя, с другой стороны, я в модельном бизнесе очень долго работала, и «Мобильные блондинки» вышли именно оттуда. Я была в «Милане», и Игорь Игоревич Митвиенко заметил меня там на подиуме на неделе моды в «Милане» и сказал, что «Это что, кто это? Я хочу таких же, и только пять, чтобы сделать из них группу». Так это из тебя вообще все началось. Ну, как говорила, мы всем кому-то другому говорили по-другому, но мне говорили так. Да, друзья, у нас сегодня прям такие пикантные подробности раскрываются. Слушай, это здорово. И дальше-дальше все пошло, завертело, закрутилось. А, ну, потом это завернулось обратно, и теперь только воспоминания остались. Хорошие. Все, наша программа тоже уже сворачивается потихонечку, у нас есть лицапрос. Но у нас тоже должны быть о тебе воспоминания, поэтому лицапрос не думай, ну, собственно, как и всегда, как мы обычно это с тобой делаем. Просто отвечай. Для меня самое важное в жизни? Семья. Идти по жизни с юмором это? Хорошо бы. Если бы сейчас был 2018 год, что бы ты делала? Ходила бы в кавиналинах, зажатая корсетами. А ты 2018? Летала бы на собственном летолете. Понятно, когда будешь такой же креативный, умный, красивый, но уже старый, скажешь про правнукам. Делайте все! Вообще. Если бы не юмор, я бы сейчас. Плакала бы, сидела. Лена, давай. А, кстати, вот Лена очень оптимистичный, веселый человек. Вот это очень круто. Вот так мы и завершим. Лена, оптимистичный, веселый человек во всех у нас. И спасибо тебе, Лена, что ты пришла сегодня к нам. Нам было очень-очень приятно с тобой поболтать. И нам не пришлось никуда идти самим. Спасибо. Спасибо вам большое, что пригласили. Телезрители, живите с юмором, живите, делайте то, что вам нравится и кайфуйте от жизни. Ура! Спасибо большое. Все, кайфуем. Лен, спасибо. Я не знала, куда смотреть, правда. Смотрю на камеру. Пока, друзья! Пока!